В центре внимания перспектива развития региона. В Махачкале обсудили стратегию социально-экономического развития СКФО до 2035 года. Новостройки невезения. Махачкалинцы борются за элементарные бытовые условия. Дело дошло до митинга. Резонансное увольнение и еще более резонансное восстановление. Главный врач 1-й городской больницы в Махачкале не успел почувствовать себя безработным. Подробности в нашем выпуске. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Джеймель Шарьков. На неделе в России отмечался День народного единства в историческом парке «Россия. Моя история». В честь праздника открыли сразу несколько выставок. Изюминкой мероприятия стала передача ценных артефактов на базу музея по исковым движениям России в Дагестане. Вся подробности в следующем сюжете. В зале исторического парка сегодня оживленно. Здесь функционируют более 15 выставок. В основном они посвящены Великой Отечественной войне. Ее героям, историям, их судеб. По словам организаторов, это главная национальная победа всех времен. Здесь в одном ряду представители разных национальностей и их единство – Великой Победе. Увидеть насыщенную программу праздника пришли ценители патриотического творчества. «Здесь много разных выставок. В частности, мы обратили внимание на выставку под названием «Герои среди нас». Здесь герои, которые сражались за нашу страну. И в частности, я только что смотрел про Евгения Петровича Куропаткова. Навел на QR-код камеру, зашел на сайт и, соответственно, про каждого из героев показывается небольшой ролик, где рассказывается в деталях, как у них бои проходили. И они рассказывают свою историю. Это очень увлекательно, это очень интересно». Самым зрелищным украшением мероприятия стал показ этнической моды, организованный техникумом дизайна, экономики и права. Дизайнеры воплотили в нарядах наследие всех народов республики. При шитье использовались элементы традиционных нарядов разных этносов Дагестана. «Праздник, где единяется, особенно в Дагестане, где очень много национальностей, где мы все одной иной семьей сплачиваемся. И хотелось, чтобы и русский костюм был, и наши национальные костюмы были. И вот хотелось все это воплотить в одно целое, в один ансамбль». В отдельном блоке представлены ценные артефакты времен Великой Отечественной войны и 55 графических портретов, написанных фронтовыми художниками. С помощью выставленных зарисовок участники поискового движения России пытаются найти родственников героев войны. Стоит отметить, что экспозиция в зале исторического музея стала возможной в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Хасавьорта и руководством музея. «Это очень важный праздник, который говорит о важности единения. То есть, когда мы вместе, мы на самом деле сила. Это подтвердил подвиг Минина и Пожарского, когда, объединившись, ополчение отбило всех интервентов и всех желающих посягнуть на целостность единства государства. Поэтому праздник важный, и надо его хранить и передавать с поколения в поколение». Каждый регион имеет свои перспективы, привлекательность и историю. Какие именно, обсудили в Махачкале на совещании, посвященном стратегии социально-экономического развития СКФО до 2035 года. В мероприятии приняли участие представители как региональной, так и окружной власти, разработчики стратегии, члены общественных организаций и бизнес-сообществ. «Здесь очень четко нужно понимать нормативную задачу принятия этого документа. Обычно стратегии федеральных округов, они такие за все хорошее, против всего плохого. И реальную задачу поставленную руководством Михаилом Викторовичем Бабичем по насыщению конкретикой максимальной этого документа, для того, чтобы он приводил к действиям, а не оставался набором общих слов». В рамках совещания говорили и о приоритетных проектах Дагестана, предложенных для включения в комплексный план по развитию Северного Кавказа. Первый заместитель премьер-министра Республики Гаджимагамед Гусейнов обратил внимание на необходимость индивидуального подхода к каждому региону. Чиновник отметил, что одним из локомотивов для Дагестана может стать развитие логистического потенциала. «Мы находимся на стыке всех мультимодальных видов сообщений. На стыке коридора Север-Юг он проходит через нас. Это исторический маршрут Дагестан. Исторический один из направлений шелкового пути проходил через Дагестан. Здесь, на наш взгляд, есть большие перспективы. Это аэропорт, порт, дороги федеральные». Резонансная история с отстранением от работы главного врача первой городской клинической больницы Махачкалы и Хаджимурада Малаева на неделе получила обратный ход. В начале приказом министра здравоохранения Республики он был отстранен от работы, о чем сообщил официальный аккаунт ведомства в Инстаграм. А позже руководитель медучреждения был восстановлен в должности главврача, о чем оповестила пресс-служба больницы. По словам помощника главврача, после того, как у здания больницы собрались сотни жителей Республики в поддержку руководителя медучреждения, в разрешение конфликта лично вмешался в Рио главы Дагестана Сергей Меликов, после чего и было решено, что Хаджимурад Малаев продолжит работу в системе здравоохранения на прежней должности. АПЛОДИСМЕНТЫ Такого дня рождения у меня никогда не было. Спасибо вам, спасибо. Я это день рождения запомнил на всю жизнь. Ну так вот, в Рад. Ты заслужил, заслужил. Спасибо всем. Дай вам здоровья, вашим близким, родным. Но у нас самая главная задача, все-таки, задача остается номер один. Это наши пациенты, где мы должны все внимание там уделить. Дай вам здоровья всем. Главврачи-работники городской клинической больницы были на передовой во время пандемии COVID-19 и до сих пор продолжают принимать больных. Также ранее Хаджимурад Малаев за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией получил медаль «Мы вместе», учрежденную президентом России Владимиром Путиным. Минздрав Дагестана проведет проверку по жалобам медиков Республиканской клинической больницы, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19. Врачи пожаловались в ведомство на отсутствие стимулирующих выплат. Ранее в соцсетях появились сообщения от врачей роддома номер 3 Республиканской клинической больницы о невыплате им средств, полагающихся за работу с COVID-больными. При этом начальство заявляет, что им якобы не положены выплаты. Минздрав же отмечает, что каждый месяц деньги для этих выплат перечисляются согласно поданным главврачами заявкам. В строящемся парке «Патриот» в Дербенте установили новые экспонаты. Это два истребителя МиГ-24. Запланировано прибытие и других единиц боевой техники. На территории парка будет располагаться списанный военный транспорт, авиация, уникальные образцы советского вооружения, площадки для военно-тактических игр, а также интерактивные музейные площадки. Строительство парка позволит создать новые развлекательные и образовательные площадки, развить событийный туризм. Объект должен украсить и основной экспонат экрана «План Лунь». Работа по его переносу сложная, отметил мэр города, но обещал, что ракетоносец непременно займет свое место. Полицейские Дагестана провели профилактическую акцию по раздаче масок. Разъясняли прохожим, как уберечь себя, если приходится выходить из дома. Напоминали о необходимости внимательнее относиться к здоровью детей и пожилых родственников. Стражи порядка рекомендовали без крайней необходимости не покидать свои дома. После каждой беседы всем участникам акции полицейские вручали средства индивидуальной защиты – медицинские маски. В Дагестане прошел вечер памяти героя России Адергерея Магомед Тагирова. Организатором мероприятия выступили общественники фонда «Имама Шамиля». Почтить память героя в зале Северокавказского гуманитарно-профильного колледжа собрались его родственники, близкие друзья и коллеги. Собравшимся показали на экране видеофильм, посвященный генерал-лейтенанту милиции. Студенты колледжа прочитали стихи, посвященные герою, также прозвучали песни в исполнении дагестанских артистов. Напомним, бывший министр внутренних дел Дагестана погиб 5 июня 2009 года. Он был смертельно ранен тремя выстрелами снайпера. Его похоронили рядом с отцом на кладбище в родном селе Ганада в Гунипском районе. В городах республики отметили мавлит Аннаби, день рождения пророка. Торжественные мероприятия были организованы по инициативе сенатора Сулеймана Керимова. По всей республике после торжественных мавлидов прихожанам мечети раздали более 10 тысяч пакетов с продуктовыми наборами. В центральной джума мечети побывал и наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Ему слово. Мавлид Аннаби начался традиционно с чтения строк священного Корана. Далее прозвучали нашиды на арабском языке, восхваляющие благородные качества пророка Мухаммада. Мир ему и благословения. Прихожанам обратились има мечети председатель Муфтията Дагестана. Они рассказали несколько поучительных историй, а в конце выразили благодарность Сулейману Керимову за оказанную материальную помощь людям в непростое для всех время. Сенатор не остается в стороне от разного рода инициатив и проектов нашей республики. Не могу не отметить, что благодаря поддержке Сулеймана Керимова многие дагестанцы смогли выполнить один из толпов нашей религии – хадж, и посетить святые земли Мекки и Медины. У выхода из мечети прихожан ожидал приятный подарок. Им вручили продуктовые наборы, в которые вошли рис, гречка, сахар, финики и другие необходимые продукты первой необходимости. От себя лично хочу выразить славу и благодарность Сулейману Кериму за то, что он все время уделяет внимание для мусульман всей России и всему миру. Большую благодарность ему, чтобы на будущее с него другие примеры брали. Сулейман Керимов очень много сделал для Дагестана. Если бы попросить Всевышнего Аллаха о его благополучии, его семье, его тухума, его здоровье, его бизнеса, чтобы вот так поддержал, вот таких бы дагестанцев побольше. Дай его здоровье, долголетие. Благие деяния, которые делаются, и в том числе Сулейман Керимов, он не остался на стороне. Дай его пусть и Вишня примет все садапа, которые он сделал и вознаградит тысячекратно. Дай его всем здоровье, и пусть и Вишня примет все садапа и все молит мероприятия, которые сделаны. Организацией Маджриса, а также расфасовкой и доставкой продуктов по городам республики занимался благотворительный фонд «Инсан». Мероприятие в этот вечер по традиции завершилось коллективной мольбой за благополучий мир на земле Дагестана и России. Хамза Нурмагамидов, Мусас Алгиреев, Камиль Магаев, телеканал ННТ «Махачкала». Отмечали День Пророка и во дворах многоквартирных домов. Мавлиды на придомовых территориях в Махачкале уже стали доброй традицией. Каждый год в месяц рождения пророка Мухаммада такие духовно-просветительские мероприятия проводятся ежедневно. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Во дворе дома на улице Гамидова сегодня праздник. Для местных жителей выступают ведущие исполнители Нашида в республике, которые красивым голосом восхваляют лучшего человека на земле – пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. Для детей и взрослых устроили увлекательную викторину. Правильно ответившим на вопросы о событиях в жизни посланника Аллаха, Мир ему вручили конверты с небольшими денежными вознаграждениями. Три мальчика, четыре девочки. Это правильный ответ? Да! Да, это правильный ответ. Это прекрасный ответ тем, кто пытается намеренно или по незнанию навести тень на славного и непорочного пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. С удовольствием мы спускаемся на это мероприятие. И наши детки, для детей вообще это особенная радость. Каждый год наши дети становятся, может, более нравственными. Это, конечно, сплочает, сближает. Это мероприятие мы проводим с 2011 года. Каждый год проводим. И все жители активно собираются здесь. И у нас очень и гости с другого двора тоже бывают. Мероприятие, в первую очередь, просветительское. Проповедники рассказали о прекрасном нраве посланника Аллаха. А через экран проектора показали отрывок из фильма, повествующий о рождении пророка Мухаммада, мир ему. Это имя значит хвалимый за свои качества, хвалимый всеми за свою доброту. Мухаммад! Дворовые мавлиды в Махачкале проводятся вот уже 12 лет. Они проходят по заявкам и желанию жильцов многоквартирных домов. А организатором их выступает муфтия Дагестана при поддержке Минаса региона и медиахоудинга Аманат. В Кизляре прошел молодежный форум «Дружный Дагестан». Цель этого мероприятия – патриотическое воспитание подрастающего поколения и поддержка одаренной молодежи как в спортивной, так и в интеллектуальной сфере. Подробности расскажет Патимат Ханапова. Здесь на одной площадке собрались молодые люди со всего Кизлярского района. Они из самых разных сфер и с разными интересами. Но одно их объединяет точно – это активная жизненная позиция. Участие в форуме принимали несколько сотен человек. Это инициативные студенты и работающие молодежь. Подобные мероприятия, несомненно, несут в себе объединяющий характер. И когда идет определенная подготовка к такой площадке, мы сами видим, как многие сплачиваются в процессе организации таких мероприятий. И действительно, видя те эмоции на лицах всех участвующих, видно, что всем это нравится. И мы надеемся, чтобы максимум побольше проводить такие мероприятия, которые будут нас действительно сплачивать. Где, несмотря на вероисповедание, на национальность, мы, как одна единая семья, в радость и в горести всегда будем вместе. Помимо интеллектуальных и спортивных игр, для участников на форуме были организованы и другие площадки. Это круглые столы, тренинги и семинар дискуссии. Кроме того, после всех мероприятий был запущен и благотворительный марафон по оказанию помощи нуждающейся семье из города Кизляра. Мы видим то, что мы сталкиваемся с современными вызовами и угрозами, которые требуют соответствующего реагирования, требуют постоянной воспитательной работы с нашей молодежью. Мы постарались пригласить тех экспертов, которые занимаются работой с молодежью, и предоставили такую возможность площадку для общения. Мы считаем, что подобные мероприятия, они очень полезны, и надо стараться чаще их проводить. Завершилось мероприятие – церемония награждения победителей спортивных состязаний, интеллектуальных викторин, памятными призами и подарками. Отметим, что организаторами форума выступили Муфтеат Республики, Минац Дагестана и Министерство по делам молодежи. Патимат Ханапова, Мурат Бикбарцев, Новости ННТ, Кизляр. Без света и газа живут жители новостроек по улице Бейбулатова в Махачкале. Уже несколько лет сотни семей, проживающих в этих домах, не могут добиться от застройщика создания элементарных условий. В отчаянии жильцы вышли на митинг, чтобы привлечь внимание властей. На месте событий побывала и наша съемочная группа «Слово Зумруд Гамидовой». Ключи от дома жильцы по улице Бейбулатова получили еще несколько лет назад. Однако без отопления и света до сих пор простаивают сотни квартир. Наида Михаева не единственная, кто осмелилась переехать в квартиру без газа, воды и света. Но, по словам женщины, зимой ее не спасают даже обогреватели. Жильцы говорят, на их проблему не обращают внимания ни застройщики, ни ТСЖ. Более того, выяснилось, что у них имеется долг в 11 миллионов рублей. Хотя жильцы уверяют, что ежемесячно оплачивают коммунальные услуги. Какие долги? Я в августе сюда заселилась. Я как ремонт закончила, я поставила счетчик. Открыла лицевой счет, я оплачиваю. Получается, а куда мы тогда оплачиваем? Ну, мы-то за свет оплачиваем. Так и живут. Без отопления, горячей воды и лифта. Это что за безобразие? Это что за дом, который люди живут? Вот в такой темноте, да? Это что за безобразие? Однако долг, как выяснилось, у самого застройщика перед заводом стекловолокна, откуда и протянут свет в дома новостроек. В который раз они свет отключают, завод говорят, завод и застройщики между собой не могут никак общий язык найти, у них какие-то долги, а нам застройщики говорят, это не наши долги, это ваши долги. Кроме того, придомовая территория буквально захламлена мусором, так как ее отсюда попросту не вывозят. Оплатившим уже свои квартиры покупателям-дольщикам приходится ждать у моря погоды. Некоторые же и вовсе не могут заселиться в свои дома и вынуждены снимать жилье. Я уже три года просто хожу сюда, потому что мне переселяют так, как я снимаю квартиру. Почему? Потому что нету ни воды, то света нету, то воды нету, то воды нету, то света нету. А вы обращались какие-нибудь? Да, мы сколько раз собрали, сколько пишем, все заявления потеряли, то одно, то второе. Вы посмотрите на мусор. У меня ребенок постоянно от этого аллергия болеет и не знает, что мы вообще можем делать с этой ситуацией. Ситуация у обманутых дольщиков сейчас тупиковая. Кто решит их проблему неизвестно. Жильцы обращались и в администрацию города, и в Россети, но ответа так и не дождались. Во всей станции мы писали заявление на застройщиков, но они говорят, у нас там есть спина, что вы куда хотите обращаться, или вы лично мне сказали, или вам тоже сказали ваши застройщики. Вот так нам говорят, у нас есть там спина, говорят, вы ничего не добьетесь. Я не знаю, где у них эта спина. Это вам так застройщики? Во застройщики вот всем говорят, что у нас есть там спина, обращайтесь куда хотите. Встретиться и даже просто дозвониться до застройщиков жители тоже не могут, и все бы ничего. Но в этих домах живет много многодетных семей. Частые отключения электроэнергии лишают родителей элементарной возможности приготовить детям еду. Бесконечные отключения электроэнергии доставляют массу неудобств. Не на чем готовить. Дома холодно. Вот так выходим. Но, как выяснилось, застройщиков здесь несколько. С одним из них нам удалось связаться по телефону. По его словам, у некоторых жильцов в его многоквартирном доме огромный долг за коммунальные услуги. В связи с чем и образовались долги. Однако сейчас решается вопрос о его погашении. Кроме того, решено полностью заменить трансформатор. И, как утверждает Шамиль Хакимов, совсем не за счет жильцов. Мы сами занимаемся, чтобы вот этот долг погасать. За них мы бегаем. Мы бегаем с людьми, а дальше мы будем вопрос решить. Сейчас тоже решаем. Завод нам сказал, что этот транспорта не хватает. Сейчас мы купили другой транспорта, который заменил на большой. Когда своим жителям говорил, я эти электроэнергии не пользуюсь. Пользуюсь. Вы звоните, говорю, туда, куда вы оплачиваете за свет. Почему? У вас свет отключают. Мы тут ходим бегаем каждый день. У нас есть парень, который занимается с адвокатом, чтобы их долг погасать. Первый и последний раз. Кто прав, кто виноват. Разбираться в этом будет уже прокуратура. Жильцы написали обращение в надзорный орган. А пока специалисты советуют людям, перед тем, как приобретать жилье в новостройках, проверять надежность застройщиков. Зумруд Гамидова, Муса Салгирея, телеканал ННТ, Махачкала. В Дербенте прошла продуктовая акция от благотворительного фонда «Инсан». Малообеспеченным семьям раздали более 300 продуктовых наборов первой необходимости. К акции присоединились представители местной власти и общественности. Продуктовые наборы доставляли адресно по домам нуждающихся. Они не скрывали радости и выражали благодарность фонду «Инсан» за постоянное внимание и заботу о них. Со своей стороны хотел бы отметить, что к акции подключились очень много неравнодушных горожан, волонтеров и просто жителей, которые решили откликнуться. Со стороны администрации хотел бы уверить, что администрация города всегда и в дальнейшем будет поддерживать все те акции, которые будут направлены на оказание адресной помощи нуждающимся и малообеспеченным жителям нашего города. Сегодняшняя акция показывает, что совместная работа дает огромные плоды и приносит большую помощь нуждающимся. Спортивный клуб «Юниверсал Файтерс» расширяет свои границы. Академия единоборств, основанная в 2018 году, по России имеет уже 36 филиалов. В Дагестане команда представлена во всех 10 городах. Активно подключаются и районы. Накануне очередной филиал открылся в Карабудахкенском районе. Тему продолжит Курбан Рагимов. Открытие филиала клуба «Юниверсал Файтерс» стало для молодежи села Гурбуки настоящим праздником. В гости приехали топовые российские бойцы и грэпплеры. Рамазан Имеев, Магомед Маликов, Абдул Жалил Адилов и Шамиль Магомедов делились секретами своего мастерства. Клуб будет базироваться в бывшем Доме культуры. Активисты с помощью меценатов сделали ремонт. Зал оборудовали двумя борцовскими коврами. Познавать азы грэпплинга и ММА здесь будет порядка 50 спортсменов. Тренер, местный воспитанник Магомед Хан Юсупов. Он чемпион России и международных турниров по рукопашному бою. Мы всегда готовы поддерживать спортсменов, молодежи. И данные открытия – это шаг вперед, значительный шаг вперед. Конечно же, я хочу поблагодарить таких активных ребят в села, как Магомед Хан и других, тех, которые поддерживают спорт. И, конечно же, хочу поблагодарить сегодняшних наших гостей, руководств клуба. В ходе торжественной части выступили представители администрации села, духовенства и общественных организаций. Почетные гости поздравили юных спортсменов и обратились со словами напутствия. Если посмотреть историю пророка, мы видим много фактов на то, что пророк, именно такого поколения, молодого поколения, как он уделял на них внимание. Пророк, всегда надеялся на вас, на молодежь. Он верил вам, и он хотел от вас ответить, чтобы вы были физически сильными, всегда потянутыми, готовыми, чтобы защитить свою сыну, свою родину, свою веру. Открытие филиалов села в Дагестане придаст новый импульс развитию клуба. В этом уверены в руководстве Universal Fighters. Академия единоборств, основанная в 2018 году, насчитывает уже 36 филиалов по России. Это Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск и другие города. Всего по стране команду представляют порядка 5000 спортсменов. По республике Дагестан у нас по всем городам есть филиалы. И сейчас мы потихоньку будем в этих селах, районных центрах открывать филиалы, для того, чтобы молодежь на месте могли условия создавать в районах, чтобы они могли там же заниматься и потом уже подготовлены, приехать уже. То, что сегодня увидели, условия очень хорошие в этом, то, что они создали. Тренер у них хороший парень, он сам тоже является спортсменом. Он взявил желание присоединиться к нашему клубу. Мы со своей стороны будем помогать им дальше, чтобы они могли прославить свой район, своего Дагестана. Тренировки в новом клубе будут проходить ежедневно. Первой проверкой сил для спортсменов станут республиканские соревнования по грэплингу. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Карабудахкенский район. В Министерстве спорта Дагестана чествовали победителей всероссийских турниров по тэквондо и грэплингу. Успехи медалистов на престижных соревнованиях отметил руководитель ведомства Магомед Магомедов. На торжестве речь шла о развитии этих дисциплин и о перспективах спортсменов. Подробности в сюжете моих коллег. Юниорские первенства СКФО и России, Всероссийская универсиада и Кубок президента Международной Федерации. Тэквондисты Дагестана проводят ударную концовку сезона. Глава спортивного ведомства отметил высокий уровень развития этой дисциплины по республике. Очень динамично в последнее время. Развивается и показывает лучшие яркие результаты наши тэквондисты. Это очень приятно, как в Министерстве, это Олимпиадки без спорта. В Дагестане пока нет своих медалистов Олимпиад в составе сборной России, но работа ведется. Главная цель, по словам представителей Федерации, подготовка кандидатов на участие в играх в 2024 году. На 2024 год Олимпиады сориентированы все наши планы. Мы уже обсудили ее с собой и сейчас, как бы хотим, пользуясь случаем, вам сказать. А почему не в 2021 год? В 2021 год у нас три путевки есть, за 2004 боремся. Весь состав парад Олимпийцев у нас комплектован дагестанцами. Еще девушка наша Марьяна сейчас получит, не получит, видно будет. Надеется. Да, ну есть надежда еще. А мы уже смотрим наперед, на 2024 год и хотелось бы на 2023 году провести чемпионат России у нас в Махачкале. В свою очередь спортсмены и тренеры поблагодарили министра за поддержку и внимание, вручив всему руководящему составу ведомства памятные подарки. Триумфально этой осенью выступают и грэплеры. На престижном турнире «Пять звезд» в Чеченской республике выиграно 14 золотых наград из 16 возможных. Так, дагестанские спортсмены завоевали право выступить на декабрьском чемпионате мира в Сербии. В беседе Магомед Магомедов выразил надежду, что грэпплинг в скором времени станет олимпийским видом спорта. Кроме того, он сообщил, что в планах Минспорта создание первой в России специализированной школы грэпплинга. Я как-то общаюсь с российским грэпплингом «Резван». Он говорил, что я без ваших ребят никуда. Поэтому мировое сегодня то, что есть грэпплинг, это дагестанская борьба, наши эти ребята. Поэтому завтрашний день, когда уже будет олимпийских игр, нам не надо будет все начинать с нуля или что-то делать, придумывать. У нас уже есть готовые ребята, а эти уже олимпийские медали для нашей страны. На встрече было отмечено, что из-за пандемии сорвалось проведение запланированного в Дагестане чемпионата России по грэпплингу. В связи с этим глава спортивного ведомства заверил, что готов поддержать эти соревнования в следующем году. Также министру были представлены новые вице-президенты Федерации борьбы Дагестана. Амирхан Амирханов будет курировать направление грэпплинга, а Артур Магомедов будет отвечать за развитие панкратиона. Ранней должность президента Федерации занимал ушедший недавно из жизни Олег Магомедов. Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. Удачи вам, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова